Всем привет, с вами Павел Багрянцев и это 11 уроков из книги «Мой сосед-миллионер». Как живут миллионеры? Часто нам кажется, что настоящих богачей видно сразу, и все они известные личности, которые сорят деньгами. Но большинство богатых людей ведут себя совсем не так. Можно жить рядом с миллионером и никогда не узнать, насколько ваш сосед состоятельный человек. Нередко истинные миллионеры ездят на поддержанных автомобилях, избегают показного блеска, а их дети учатся в обычных школах. Именно таким людям посвящена книга Томаса Стэнли «Мой сосед-миллионер», о котором мы поговорим в этом видео. Автор книги пообщался более чем с тысячей богатых американцев и рассказал, что же отличает миллионеров на самом деле. Книга отвечает на важные вопросы. Какие черты объединяют всех богатых людей? Как воспитывать финансово успешных детей? Как распределить свои время и ресурсы, чтобы самому стать богатым человеком? Предлагаю разобрать 11 самых важных уроков из жизни «Мой сосед-миллионер». Давайте посмотрим, что стоит перенять у богатых людей, которые сами создали свое состояние. Урок первый. Важна не величина доходов, а то, как вы их распределяете. Высокий доход – это еще не гарантия миллионного капитала в будущем. Разница в достатке семей только на 30% зависит от величины их дохода. Куда важнее распределение прибыли и инвестиции. В среднем миллионеры инвестируют почти 20% своего дохода. В книге приводится формула для определения того, насколько хорошо вы умеете накапливать богатство. Умножьте свой возраст на ежегодный доход из всех источников и разделите на 10. Это ваш ожидаемый капитал. Например, возьмем человека, которому 35 лет, и его доход за год составляет 1,5 млн. рублей. Умножаем и делим цифры по формуле и получаем ожидаемый капитал – 5 250 000 рублей. Если ваш капитал как минимум вдвое выше ожидаемого, то вы отличный накопитель богатства. А вот если реальный капитал меньше полученной цифры – это показатель, что у человека не развит навык накапливать богатство. Урок 2. Миллионеры живут намного скромнее, чем могут себе позволить. Основа накопления богатства – это разумная бережливость. Чтобы сдерживать свои траты, большинство миллионеров ведут бюджет. Те, кто этого не делает, ограничивают себя другими способами. Например, инвестируют часть дохода до того, как успеют его потратить. Истинно богатые люди понимают все минусы так называемой жизни гиперпотребителя, когда большая часть денег тратится сразу. Такую жизнь получится вести ровно до тех пор, пока вы много зарабатываете, но в случае чего можно моментально остаться ни с чем. Гиперпотребители формально могут быть миллионерами, но на самом деле у них нет навыка грамотно обращаться с деньгами. Урок 3. Учет расходов – привычка миллионера. Почти две трети миллионеров точно знают, сколько их семья тратит на еду, одежду и проживание каждый год. Миллионеры чаще не миллионеров следят за расходами. Каждый месяц они подсчитывают, сколько потрачено по каждой статье, а в конце года суммируют все расходы. Урок 4. Время деньги. Чтобы спланировать бюджет и поставить цели, нужно время. И богатые люди готовы его потратить, потому что понимают, как это в конечном итоге выгодно для них. Миллионеры тратят в два раза больше часов на планирование бюджета, чем те, у кого не получается создать капитал. Плюс ко всему, богатые люди уделяют внимание своему инвестиционному портфелю каждую неделю, каждый месяц и каждый год. Когда они распределяют время, управление финансами для них всегда в приоритете. По статистике, миллионеры тратят на планирование вложений около 8,5 часов в месяц, то есть около 100 часов в год. Урок 5. Дом миллионера не должен стоить миллион долларов. Для финансового успеха важно, какой дом и район вы выбираете для жизни и как часто меняете жилье. Большинство миллионеров живут в одном и том же доме на протяжении 20 и более лет. Часто выгоднее жить в менее дорогом районе. Это позволит тратить меньше, а инвестировать больше. Сократятся расходы на жилье и налог на недвижимость. Будет меньше вероятность оказаться белой вороной среди соседей на дорогих автомобилях. Быть не хуже других и при этом накапливать богатство станет проще. Люди, которые живут в домах за миллион долларов, не миллионеры. У них высокий доход, но серьезного капитала они, как правило, не создают. 97% долларовых миллионеров живут в домах стоимостью ниже миллиона долларов. 28% из них выбирает жилье, которое стоит меньше 300 тысяч долларов. Для таких людей важнее быть финансово самостоятельными, чем демонстрировать высокий социальный статус. Отсюда важное правило для тех, кто хочет разбогатеть. Если стоимость дома в два раза больше общего дохода вашей семьи за год, то не покупайте его. Урок 6. Люби и почитай жену свою. Большинство богатых людей всю жизнь женаты на одном и том же человеке. При этом важно, что супруги миллионеров бывают еще более бережливыми, чем они сами. Здесь действует закономерность. Семья не сможет эффективно накапливать богатство, если второй супруг склонен к транжирству. Важно вести единый контроль над расходами в семье, вместе планировать бюджет и согласовывать траты. Но неправильно думать, что бережливая семья во всем ущемляет себя и своих детей ради накопления богатства. Родители-миллионеры могут оплатить детям высшее образование, аспирантуру, первое жилье и другие важные потребности. Речь идет именно о том, чтобы не тратиться на предметы роскоши. Урок 7. Миллионеры не выбирают сверхдорогие автомобили. Большинство миллионеров покупают автомобили сразу в собственность, а не берут их в лизинг. Примерно у четверти из них машины текущего года выпуска. Но еще четверть ездит на автомобилях старше 4 лет. При этом 86% машин класса люкс принадлежат не миллионерам. Люди с большим состоянием стараются не демонстрировать статус в ущерб своему реальному капиталу. Это проявляется не только в автомобилях, которые они выбирают, но и в других вещах, например, в выборе одежды. Урок 8. Богатые люди умеют быть счастливыми. По результатам опросов, финансово независимые люди счастливее своих ровесников со схожим уровнем дохода, которые не накопили богатства. Богатые люди беспокоятся о будущем гораздо реже, потому что на любой случай у них есть финансовая подушка. Вдобавок, они не ожидают, что статусные покупки сделают их счастливее, потому что это не так. Опросы показывают, что среди владельцев BMW и Rolex счастливых людей не больше, чем среди тех, кто ездит на бюджетных машинах и носит простые часы. Урок 9. Взрослые дети миллионеров зарабатывают сами. Статистика показывает, что чем больше денег получают от родителей взрослые дети, тем меньше они богатеют. Миллионеры хорошо понимают, что их средства не могут автоматически принести детям жизненный успех. Когда повзрослевшие дети постоянно получают помощь от родителей, они сталкиваются с проблемами. Большая часть денег уходит на траты, а не на инвестиции и накопления. Сложно видеть грань между своими и родительскими деньгами. Больше соблазна взять кредит, потому что есть привычка жить не по средствам. В жизни мало реального риска и опасности, ведь родители всегда помогут. А значит, меньше возможностей проявить смелость, думать самому и в итоге добиться успеха. Именно поэтому важно соблюдать такие правила в отношениях с детьми. Как бы вы богаты не были, приучайте детей к бережливости и самодисциплине. Второе. Дети не должны точно знать, насколько вы богаты, пока не вырастут, не получат профессию и не станут сами себя обеспечивать. Третье. Не обсуждайте в семье, что из вашего имущества достанется каждому из детей и внуков. Никогда не предлагайте деньги или подарки взрослым детям, как компенсацию за их неудачи. Пятое. Не вмешивайтесь в семейную жизнь взрослых детей. Шестое. Не конкурируйте с собственными детьми в том, что касается финансов. Седьмое. Помните, ваш ребенок – личность. Восьмое. Радуйтесь достижениям детей, а не престижным символом. Девятое. Дети должны понимать, что многие вещи дороже денег. В общем, все как в той китайской пословице. Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи его ловить рыбу, и он будет сыт всегда. Вернемся к урокам. Урок 10. Многое зависит от профессии. Один из способов разбогатеть самому – оказывать услуги богатым людям. Да, истинные миллионеры бережливы и чувствительны к ценам, но они готовы хорошо платить за грамотные юридические услуги, консультации по инвестициям, финансам и налогам, а также за медицинскую помощь, образование и жилье. Большинство миллионеров управляют предприятиями, поэтому им нужны промышленные товары и оборудование для работы. И, наконец, богатые люди совсем не так бережливы, когда дело касается товаров и услуг для их детей. Как заработать на этом? В книге приводится список профессий, в которых вы можете быть полезными богатым людям и разбогатеть сами. Что это за профессии? Самый важный для миллионера человек – личный финансист, второй по важности – юрист. А кем же работают сами миллионеры? Многие состоятельные люди открывают свое дело, хотя и понимают, что это большой риск. Для них важно быть хозяевами судьбы, и они не боятся сами решать проблемы. Настоящий риск в понимании предпринимателя – это трудиться по найму на плохого работодателя. Среди опрошенных в книге бизнесменов самым успешным оказались те, кто влюблен в свою работу и гордится тем, что делает ее в одиночку. И, наконец-то, одиннадцатый урок – жить по средствам выгодно вдвойне. Когда вы контролируете свои траты, вы не только накапливаете капитал, но и учитесь комфортно жить на меньшую сумму в месяц. Поэтому в итоге вам не нужно так много откладывать. Пример из книги в долларах. Допустим, вы зарабатываете 50 тысяч долларов в год. Из них вы тратите только 40 тысяч, а остальные 10 тысяч инвестируете. Вы выйдете на пенсию раньше и сможете комфортно жить на те же 40 тысяч долларов в год. Но если из 50 тысяч дохода вы тратите 48 тысяч, а инвестируете только 2 тысячи, все получится не так складно. Откладывать придется намного дольше и с расчетом на большую сумму. Уже не 40, а 48 тысяч долларов в год. Портрет типичного миллионера. Друзья, и в завершение делюсь порцией интересных фактов из книги. Какие же они – типичные миллионеры, с которыми общался автор Томас Стэнли. В среднем миллионеры живут менее чем на 7% своего богатства. Почти никто из опрошенных миллионеров не получил свое состояние в наследство и не расстраивается по этому поводу. Уровень образования среди миллионеров достаточно высокий. В США 18% миллионеров имеет степень магистра, 80% из них закончили колледж. В Америке это зачастую тоже считается высшим образованием, а не среднеспециальным, как у нас. Следующее. Средний возраст американского миллионера – 57 лет. Как правило, он женат, имеет в среднем троих детей, и его заработок составляет более 80% от общего дохода семьи. Средний размер денежного запаса у миллионеров такой, что его семья может комфортно прожить не менее 10 лет без необходимости работать. Главная идея книги в том, что настоящее богатство очень редко сваливается на человека благодаря удаче или переходит по наследству. Гораздо чаще большой капитал – это результат тяжелого труда, упорства, планирования и, прежде всего, самодисциплины. А уж про самодисциплину у нас есть еще видео на канале, поэтому прямо сейчас на экране жмите и выбирайте любое видео и смотрите. Так что, друзья, применяйте уроки настоящих миллионеров в своей жизни и пусть у вас все получится. Ставим лайк этому видео, давайте поделимся им с друзьями и подписывайтесь на канал. С вами был Павел Багрянцев. Всем пока!